всем привет выехал друзья покататься сейчас поеду фотоловушечку приманку положу проверю как там дела обстоят сожалению не могу ехать быстро я не взял очки я плохо вижу дорогу сейчас у меня как говорится впереди особо ничего не вижу и могу легко влететь какую-нибудь ямину или каменюгу а мне это совершенно не хочется поэтому я сильно гнать не буду хочу прокатиться на разведку в одно место погода хорошая вроде чуть-чуть облачно но вот этот дующий ветерок вообще ничего особо не охлаждает на велокомпьютере показывает что 35 градусов выехал я уже в обед поэтому сильно далеко не поеду нормально далеко не поедем проезжая дикую малинку естественно я остановился чтобы полакомиться ягодой класс не точнее на скрессивание дико просто уже такая неокультуренная дико растущая сильно сладко для дикой да и листья мелкие не форма ягод в общем скажем садовая малина это пустик здесь видать рос когда во времена садов и огородов разросся класс отлично разросся в общем и теперь растет таким диколем любят по этой дороге джиписты кататься я вас нам в обратную всегда сторону езжу под наклончиком прикольно здесь горцевать на в эту сторону как-то она скучнее так я помню там яма какая-то была и поэтому всегда объезжали с этой стороны здесь в горку поэтому не так весело баночек полно классно эти малины я объелся конкретно надо ребенка как-нибудь на днях привести так добрались до вот этой вот лужи в которой я не советую заезжать потому что там с головой ребята с собаками как бы нам тут разойтись а ты спать тишка не подкрадывайся я тебя вижу там где-то в этой луже глубоко я знаю собака провалится сейчас мне что-то это не там где-то где-то в вместе глубоко было может уже под затоптали да проходи ты боишься меня что ли я тебя боюсь а ты меня давай проходить я тебя дорогу даже побольше сделал странно мне казалось что в этой яме вот тут глубоко очень раньше было возможно засыпало просто я да я скорее всего ребята засыпали просто потому что здесь глубина была конкретная раньше у меня палка прям уходила туда его по мать не стоять дыхалки не хватило друзья ноги ничего а дыхалки не хватило да ёлки чуть-чуть не добрался дальше еще подъем ух ты вот это было наверное зря не знаю видно или нет я прям в этой грязюке застопорился конкретно хорошо что скорость была ничего про их прохватил он промяло конкретно прям так взял туда а сверху выглядела надежно сухое и приехали опять опять под насрать такой твою ж мать а так я ехал весело и бодро грязище болотища гребище какой-то растет на поганку похоже так что тут дорогу совсем испортили ну вот друзья выехал я снова на трассу по трассе по километрах два всего было наверное до сюда а так у меня получилось в районе пяти шести сантиметров километра ну что колеса у меня вот такие грязные вся по дороге буду чистится по асфальту хоть прокачусь так время уже так 32 градуса на улице время 15 10 два часа я ехал ну туда-сюда ходил смысле ехал немножко отдыхал так и вообще у меня пока что пробег всего лишь 8 километров 8 километров за два часа друзья я едем скоро уже будет нужный мне поворот а потом еще поворот я ехал Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас ее построили более ровную, а вот это старый участок дороги Когда-то по этой старой трассе я носился на мотоцикле Прикольно! Мне по-моему туда Надеюсь я там свернул Вода прикольная друзья, конечно мусора полно, тряпки какие-то Где-то какие-то салфетки, полиэтиленки, а так-то классно, слушайте! Но тут и дрова можно раздобыть О, прикольно! Давайте пройдемся посмотрим, что здесь Здесь, я думаю, воды нормально бывает, когда дожди проходят А этот рычей потом впадает в реку Раздольная Слушайте, ну прикольненько здесь Поедем сейчас еще места посмотрим В общем уехал я, друзья, с того места Вернулась туда красная машина Этот как его, фит, короче, по-моему это был И вторая за ним белая еще приехала То ли виш, то ли что-то наподобие Скорее всего красный ездил, места разведывал Белый, по-моему, кстати на дороге стоял Видимо за ним вернулся красный за белым И поехали они обратно туда, на то местечко Хошелычить с детьми, музыка орет Короче, а я решил дальше проехать По этой тропинке, дорожке Посмотреть, что здесь, куда как идет Ладно, там машина стоит, я понял Выходной, народ отдыхает Не будем мы народу мешать Какое-то здание было раньше Белая кирпичная стена Блин, жалко там стоять Так бы посмотреть можно было Ну-ка, что тут? Ага, здесь, наверное, сам ручей уже Ну да Ага, нет ручья Мусор есть Промоина есть Ручья нет Что у нас здесь такое? Заимпровизированное Кострище Фу Так, ну как всегда Ну более-менее чисто с тобой, третий-ка Столик Так, а там, наверное, ручей О, кто-то даже тропинки Ступеньки здесь прорубил Здесь весьма интересные места Хотел я, правда, разваленные посмотреть Да Что-то все белое такое Фу, почему бы не умыться, кстати О, прохладненько О, хорошо, а Вообще отлично Прям бы даже был скупнуться Оно здесь мелко Да, вода ничего, прям такая Отличная Годичка, я бы сказал Прям Коу-фушечки Коу-фушечки О, супер Иду По руслу По камням О, здесь так красивенько Смотрите Вон они, эти уже Каменюнги Пойдемте посмотрим Здесь развалин должно быть Всяких много Но Я пока ничего не нашел В том плане, что По карте надо, конечно Все это делать По навигатору Всяким тропинкам Ох ты А там рыбка мелкая плавает, смотрите Прикольно, слушайте Надеюсь Видно Ух ты, как интересно Камни прям Такими Слоями лежат Комары, друзья Подолевают Невозможно И хотелось бы Искупнуться И что-то я даже и не знаю Дно такое Каменистое Всякая мошка Насекомые какие-то плавают Вот такое вот Сооружение Какая-то дамбочка В общем Построена здесь Так Не выронить бы телефон Куда-нибудь В щелочку И не остаться без него Кусок От кровати Прикольно Еще С кем-то рисунками То ли птичка То ли крокодил какой-то Ну что, друзья Рискну я Искупаться Ух ты Ух ты Блин Искользко-то как Да А водичка-то тут Не Не особо Для купаний О Ребята Это жестко Там она Когда я умывался Гораздо теплее была А тут Прям Ох Аж пальцы крючат Но мы окунемся Твою ж мать О Тут я в какчет Вода ледяная Друзья Это я сейчас Погорячился Погорячился Я Пожалуй Ой Браки Да Уж Ну ничего Ай Камень острый Потихоньку Привыкаем Здесь Самую глубину Встать И Окунуться Пару раз О Да Жестко Жестко Фух Фух Блин Ааа Ой не могу Фух Но надо И Раз Два Три Аааа Ой блин Ай кошмар Уху Как будто в пророк Фух Блин Еще раз Два Три Ох бодрит Вот это да Ох 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 Ну кайфово Фух Главно воды не наколебаться С всякими насекомыми Тут всякая фигня плавает Ну что Третий раз Раз Два Три На этом, пожалуй, хватит. Вообще классно, конечно. Главное найти силы, окунуться первый раз и вообще зайти хотя бы туда, вон в ту ямку. Ох, бодрит. А почему бы мне здесь и не покушать сразу. Ого, слепень какой! Да пошел ты! Да задолбал! Короче, время уже 4 часа, пора бы и, наверное, перекусить. Надо развести небольшой костерок и погреть имеющую с собой еду. Готовить я сегодня особо ничего не буду. Ух, камень горячий! Так как на это уже времени нет. Разгорается у меня мини костерок тут с нескольких деревяшек. В общем, сейчас чуть-чуть каких-нибудь углей нагорит. В общем, буду я кушать сегодня вот такую солянку мастер-шеф. Это у нас, значит, этот главпродукт, по-моему, делает. Да, вот главпродукт. Давно она у меня уже лежит. Настало ее, в общем, время. Покупал что-то в районе 100 рублей плюс-минус там 10 рублей. Попробуем, сейчас разогреем, посмотрим, что это такое и можно ли это есть вообще. Так, давайте состав посмотрим. Бульон говяжий, говядина, свинина, огурцы соленые, картофель, лук, репчатый морковь, масло посолочное, паста томатная, оливки, соль, пищевая цедра лимона, перец черный. Ну давайте сейчас откроем, да погреем и попробуем. В неразогретом виде выглядит, если честно, как-то не очень. Ну все, я думаю, это дело разогрелось все. Будем наливать в такую вот мисочку и будем пробовать кушать все это дело. Теперь придется ждать, пока остынет. Перегрев. Итак, что мы видим? Вот такой вот мне псевдо кусок мяса попался. Какая-то непонятная субстанция, но будем считать, что это мясо. Немного есть картошки, действительно соленые огурцы есть, морковочка. Где-то тут перловочки чуть-чуть было, по-моему. Ну что-то с ней совсем как-то печально. Да, что-то не вижу особо. В общем, вот такая вот едьба у меня будет, трапеза. Сейчас немножко подостынет. Есть у меня хлеб, чесночок. В общем, перекусим и отправимся дальше. Не, ну конечно, немножко отдохнуть, переварить и еще раз скупнуться. Итак, китайский чеснок такой. Горичневата еще. Ну, вы знаете, вроде ничего так. Конечно, не как домашний, не как самодельный, сваренный где-то в лесу, но их можно. Не могу сказать, что прям такой офигенный прям, но пойдет. Так, средненько скажем. Мясо тоже такое, не могу назвать прям, вкусным. Тушеночного аромата в нем нет. Оливка, ну тоже такая на вкус, как и все. Вывалилась, понятное дело. Но есть можно. Главное, чтобы потом и жога не замучила. С зерночком и все нормально. Не из-за того, что вкус там перебивает или это, а просто как специи, аромат. Репчатый лук у меня дома, друзья, закончился дома. Так бы я лучка взял. Крупная оливка, ну или кусок от оливки. Или маслина, правильно. Кто из них темный. Было бы время побольше. Если бы я с утра, допустим, выехал, можно было найти место, где-то такой лагерь на подольше сделать на несколько часов. Нормальный костер развести, лепечку щепочницу поставить. И что-то приготовить там. Мясо пожарить, суп сварить, не знаю. Макароны, кашу. Но сегодня некогда. Время уже без 5.5. В общем, я вот так вот просто лежу. Пенку тут на камень положил. Сам попой хоть и на земле все теплое на камешках. Ноги вытянул. Нормально, удобно. Я лежу, просто обалдею, отдыхаю. Конечно, хотелось бы какую-нибудь пенку положить. Что-то такое поудобнее. Ну и так зашибись. Ветерочек легкий обдувает. Классно. Иногда какая-то мошка, насекомые какие-то достают. Но сейчас они как-то попритихли. И смотрю я, что быстро идут облака. Сейчас покажу. И вот так вот надо мной летят облака. Главное интересно, там низкие пролетают. Прям быстро так достаточно. А вон там вот выше гораздо видно вон кусочек облака такого. Она на месте уже давно стоит. Между этими как раз где голубое видно, прям что оно выше. Так причем такое ощущение, что чуть-чуть наоборот в ту сторону сдвигается. Классно. изначально друзья я приехал оттуда с этой стороны у нас лес поехал я к ручью туда а справа получается вот такой вот асфальтик а он там если вы видите у нас развалины какого-то здания давайте сходим посмотрим так главное тут где-нибудь не провалиться не утонуть ой блин травища какая комария сколько со шлака построена здесь то ли была дверь то ли выломана но здесь все заросшие шлак деревяшки закладные для косяка видимо отштукатуренная было комары грызут не могу здесь колесо какое-то было вот такое вот здание ладно пошлите обратно ничего интересного проехал друзья буквально чуть-чуть тоже места от питья и едьбы пивко пили целых их три штуки здесь но здесь кто-то проводит сатанинские обряды вот такие дела так на тропинка уходит куда-то туда дальше попробуем проехаться первую маленькую ямку увидел думал животное а тут еще больше явно кто-то с металлоискателем ходил потому что откопали вот какую-то пружину ржавую эх не хорошо ребята так делать почему я за вами должен закапывать дурной тон мувитон за такое можно смело дать и по лицу ребятам выехал на такой поворот скажем вот дорога направо пошла относительно меня а здесь такая отсыпанная площадка ну или как отсыпана может и природно более-менее сделано так кто-то костры тоже жёг опять мы приехали к ручью так здесь что у нас тоже с кирпича же выложено кострище ну прикольно прикольно так здесь сходик у нас есть да кручу прикольный хороший так там был еще сход вот здесь такая площадка хочу почему все белое такое за знал бы я что здесь такое место можно было бы сюда приехать обедать но но тут бы я не искупался же правильно правильно здесь потому что совсем мелко прикольная глыба камена такая прям как запятая какая-то здесь то искупаться нам негде будет пойдем что там посмотрим и он там сейчас тут пройдусь здесь и вода более затхлая и тина какая-то здесь не так уматно и на ту сторону особо не пройти понятненько там водоем лучше здесь площадка лучше прикольная вообще поляна смотрите здесь травку то ли скосили то ли здесь она так сама мелко растет почему не знаю видите там полно травы здесь на бугре камеры задолбали травки мало стане походу косили потому что он сухой много и так здесь он даже есть типа лавочки немножко дровишка осталось кострище тут тропинка идет сейчас расскажу куда и что нет немножко уже освоился в общем здесь вроде спуск к воде прикольный но здесь земля и смотрите здесь стоячая вода практически вообще течение нет что самое интересное я вот по тропинке по той про которой горю прошел попал на ту сторону там вообще воды нету здесь вот дальше я веду здесь правее вдоль берега вообще нет воды вода пошла вон туда вот корни и вот прямо короче куда показываю такое ощущение что ручей где-то вот тут вот за травой под камнями течет я так даже попробовал прислушаться но журчание воды нет и уже уходит нормально так вода течет у там вот за вот этим вот корнище корневищами этими заваленными в общем в ту сторону причем там есть две небольшие такие запрудки тоже мелкие но вытянутые и тоже по несколько рыбешек там плавает видать они в ловушке как-то остались не могут не вверх уйти то что здесь камни не проплывут ничего нигде но вниз тоже там некуда им уплывать камнями завалено место прикольная ну блин вода здесь беспонтовая и причем чем ниже по течению казалось бы тем воды меньше хотя вот сопки где-то какая-то подпитка какая-то влага должна стекать не наоборот то меньше воды меньше напор непонятно как там причем вот смотрите еще кстати он видите вода темная полоса и светлая полоса камней там кто-то камнями такую как дамбочку выложил какую-то запруду пытались сделать вот игру вдоль берега там прям много камней как мостик такой наложен дамбочка видимо сталь чтобы можно было туда переходить но интересные места но комары конечно грызут конкретно были а так бы сюда приехать у мат на здесь бы палатку кинуть ну блин вода вот это вот не про точно и мне не нравится вообще блин ну дальше по дороге эти вот от дороги то недалеко вон буквально вот она дорога идет где темные деревья там дальше грязь идет конкретная и ручей уходит куда-то левее я даже не знаю есть ли смысл ехать поэтому друзья сейчас я буду возвращаться обратно на ту дорогу которая вверх я говорил идет там дальше какая-то развалена должна быть и родник ну разумеется ехать я там никогда не ездил могу это все дело поразевать потому что у меня точного навигатора нет телефон здесь связь не ловит меня карта даже не прогружается вот такие дела надо оффлайн карты иметь поэтому ну что свернул я на вот эту глиняную дорогу какую-то и я не знаю стоит ли здесь ехать мне или нет время уже пол седьмого здесь офигенно крутой подъем вот помните я вначале летел по асфальту вниз классно вот теперь противоположное подъем только не по асфальту а вот по такой вот чачме отсюда слышно поезда значит уже железная дорога недалеко а там и река раздольная куда впадает вот этот вот ручей я в интернете посмотрю поточнее как этот ручей называется но по-моему это ручей боевка идет так ну ладно сейчас камеру прикреплю и попрусь короче наверх туда ай блин стоит ли этим заниматься или нет я даже не знаю может но его нафиг по асфальту вернуться здесь же интересней здесь же приключения сам откуда это сусу риска сам катаюсь от нифиг девочка погода пока позволяет в эти края тут не катался ни разу решил на разведку съездить там дальше грязи сейчас внутри учета и не поехал туда дорога куда уходит речки на даче она даче знаю примерно суре там и подсыпал кто-то асфальтом даже подъем такой нормальный машка вообще долбит к воде туда на речку на ручей вышел на самой воде что я нету чуть в кусты зашел в лесок под дерево какой-нибудь все трындец вот друзья и родник в общем поднялся я в горку с велосипедистом шел болтал не очень разговорчивый водичку пью в общем местный он не знаю пока не сказал откуда едет в общем сказал по этой дороге дальше да можно спокойно прийти на основную дорогу скажем так по которой я перед этим короче свернул вниз понесся по асфальту на короче чуть-чуть другом месте вылезем но на ту дорогу я думаю что попробовать набрать родниковые воды вот этой надеюсь я не обдрящусь скажем так ну народ смотрите набирает от бутылок эти пробкодержатели эти блокираторы родник с трубы идет в общем я бы наверно здесь и мим пролетел тут он на как выглядит здесь дорога такая почище начинается но сюда я бы наверно и не стал сильно заглядывать так ладно попробуем родниковой воды набрать попробуем какая она на вкус холодная прикольная но немножко грязноватенькая еще раз наберем в бутылке просто было у меня да скорее всего было что-то в бутылке сейчас вода почище ой хорошие вкуса никакого постороннего не имеет так ну с этой стороны дорога получше заход а вон друзья и какие-то развалины сейчас я велик возьму обойду посмотрим что там такое так но тут кто тоже походу чет пытался кладоискательничать лунки ямки тоже здание сошелыкоблока и кирпича все вперемешку неизвестно что было возможно ой лягушка прыгает возможно это было здесь какое-нибудь что-то типа кпп здесь он копать пытались кладоискатели везде друзья были деревьях еще есть даже можно вытащить проволока медная такое вот здание было длинная здесь вообще как будто тесали специально прорубали некоторые стоять спрашивают нафига ты такую здоровую сковородку на 52 зуба взял сзади кассета она здоровая тяжелая беспонтовая ненужная ну да ненужная ага вот такие подъемы посмотрел бы я как вы залазите на какой-нибудь на двадцать девятых колесах в соотношении перед 36 и зад какой-нибудь 36 38 ну 42 допустим ладно 48 еще более-менее конечно пойдет но ниже смысла нету я фиг знает какой здесь наклон но не 45 градусов 35 опять наверно есть что-то хрустит трещит главное бы доехать я думаю это камень прилетел на раму я думаю да на камеру не так все страшно смотрится так что-то ровнее уже потею конкретно хорошо сразу ногам как здесь легче гораздо ехать хух блин а бабочек сколько и то вот я еду сейчас на 52 звезде и отлично мне а вот и дорога вот это вот штуковина называется сооружение с валами здесь раньше какие-то укрепления армейские были или что-то такое не знаю там не лазил всегда травище поэтому ну и нафиг ну все дорога с поселка идет на трассу ну и соответственно мы сейчас тоже выезжаем на трассу и едем по трассе домой а вот друзья и поворот на котором я вот уходил сюда направо и несся по асфальту потом вниз в общем получается что я вниз съехал по этому асфальту свернул в сторону ручья вдоль ручья проехал и где-то оттуда поднялся и вернулся в общем грибу против течения грибу против течения ой заедут сейчас нахуй ну вот и друзья в принципе дома присел за столик немножко 5 минут воздухом подышу и пойду домой мой маршрут получился в районе 26 километров со всеми гуляниями купаниями изучение местности лазением по траве вдоль ручья этого изучение берега всяких поворотов заворотов и время у меня ушло на это 7 часов вот так бы казалось всего лишь 26 километров и времени потратил 7 часов за это время можно было бы до владивосток и обратно приехать ну что всем спасибо друзья за просмотр надеюсь вам моя поездка понравилась подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео но я буду с вами прощаться всем спасибо за внимание всем пока и удачных вам покатушек